У нас она называется Душегречка в Сибири, а на русском севере называется Японичка. Конкурсная коллекция из восьми русских народных сарафанов при косновении к родникам демонстрируется впервые. Вообще за 12 лет работы в этой технике у дизайнера Лидии Мельниковой не один десяток костюмов. Среди них наряды барышни-крестьянки с севера и юга России. Правда, в отличие от старинного сарафана, дизайнерские модели выполнены из современных тканей. Но костюм это нисколько не портит, уверена модельер. С помощью различных тесемок, бисера, жевчуга, сочетания цветов всегда можно добиться необычного колорита и шарма. Были малиновые цвета, красные, бордовые цвета, цвета фуксии, зеленые сарафаны были. А на русском севере, вернее на русском юге сарафаны были черные, красные и синие. Такие же, как панёвы. Других цветов не было. Безупречное сочетание восточной экзотики, азиатского шика и европейского шарма – всё это объединяет конкурс модельеров, подиум «Этнос» и «Дружество при Байкале». В финале представлено 16 коллекций. Открывают показ представители Республики Бурятия. Модели на сцене только именитые. К примеру, в костюме золотой рыбки на подиум вышла мисс Улан-Удэ Анастасия Алдаева. Второй год подряд фестиваль собирает представителей разных национальностей – русские, монголы, буряты, литовцы. Подиум «Этно» – это попытка привлечь внимание публики к народному костюму и его увлекательной многоликости с помощью стилизованного представления. В коллекциях не только женская, но и мужская одежда. Яркая тенденция – изделие из войлока. Как оказалось, он пригоден не только для традиционных русских валенок, но и для украшений. Впрочем, жюри к таким инновациям относятся с осторожностью. Русские костюмы зачастую настолько стилизованы, что позабыты все национальные традиции, говорят они. Но все же на подиум вышли те, на кого можно и нужно равняться. Этнические буряты, монголы, они привозят шикарные коллекции. Они эту культуру свою поддерживают, эти традиции все перенимают. Они и стилизованные делают костюмы, и традиционные. Конечно, очень интересно. Они молодцы, они на высоком уровне это делают. Такой подход, видимо, и стал стратегией успеха. Представителям бурятий досталось первое место в номинации «Стилизованный костюм». Лучший традиционный наряд показали гости с Алтая, а приз гран-при отправился в Усть-Орду. Иркутяне все же в стороне не остались. В номинации украшения победу одержала дизайнер Анжела Базарон. Яна Романова, Максим Романов. Новости сейчас.